Всем привет! Каморы. В русском языке традиционно используется название Каморские острова. До 1978 года, Каморское государство, ФР. До 2002 года, Федеративная Исламская Республика Каморские острова, ФР. Репабликва Федерала Исламиква Дес Каморес. Государство в Восточной Африке. Расположено в Индийском океане в северной части Мозамбикского пролива между Северным Мадагаскаром и Северным Мозамбиком. Площадь 1862 километра. С островом Майота, Мария, 2235 километров. Население 846 281 человек. В 2020 году, без учета Майота, Мария, с ней более миллиона пятидесяти тысяч человек. Главным образом народ Каморцы или Анталаатра. Столица, город Мароня. Официальные языки, Каморский. Родственный язык Усуахиля. Французский, Арабский. Государственная религия, Ислам. Название государства происходит от арабского слова Эль-Камар. Аль-Камар, что означает Луна. Европейский географ и со второго века, начиная с трудов Птолемея, изображали на картах Африки вымышленные лунные горы. По мере изучения континента местонахождение этих гор смещалось все дальше к югу. Так продолжалось до 16 века, пока португальские мореплаватели не открыли островы и приняли их арабское название Джозаир-эль-Камара. Лунные острова, что связано с бытовавшим в этой местности культом Луны. Впоследствии изображение Луны поместили на официальный флаг страны. Закреплению названия Каморски, то есть Лунные, острову в европейском употреблении способствовал давний миф о лунных горах. В арабских источниках Каморские острова часто именовались Малыми Лунными островами, в отличие от Мадагаскара, который именовался Большим Лунным островом. География. Государство расположено на вулканическом архипелаге Каморских островов, включающем четыре главных острова. Островы Мгазиджа, Гранд Камор, Нзуани, Анжуан, Имвали, Махёли, фактически составляют союз Каморских островов, а остров Маори, Майота, фактически имеет статус заморского региона Франции, но на него претендует союз Каморских островов перейти к разделу решетка колониальный период. Высшая точка, действующая вулкан Картала. 2361 метр. Островы Гористы, окружены коралловыми рифами. Климат тропический, влажный и жаркий. Осадков от 1100 до 3000 миллиметров в год. Верхние части склонов гор покрыты густыми тропическими лесами, ниже располагаются саванны и кустарниковые заросли. Круглый год существует опасность заражения малярией. Природа, растительность. Растительность представлена сахарным тростником, кокосовой пальмой, бананом, кофейным деревом, гвоздикой. Животный мир. На Каморах обитает одно из редчайших животных на Земле, крылан Ливингстона, встречающиеся всего на двух островах. Судя по результатам археологических раскопок, остров Анжуан был заселен еще в V веке нашей эры. В XII веке архипелаг попал под власть султаната Киллы, созданного арабами на восточном побережье Африки. Территория современной Танзании. Впервые острова описаны в 1598 году голландским путешественникам к хаутманам. Попытка направлявшихся в Индию португальцев обосноваться на островах в 1610-х годах потерпела неудачу из-за отпора местных жителей. После распада Киллы здесь были многочисленные враждующие между собой султанаты, возросло влияние ислама, насаждаемого выходцами из Шираза. Персия. С 1600-х годов началась вторая волна заселения островов выходцами из Африки, стран Арабского Востока и острова Мадагаскар. Архипелаг также был пристанищем пиратов, которые привезли сюда плененных индийцев и китайцев. С 1785 года с целью захвата рабов совершались набеги с Мадагаскара, из-за чего в начале XIX века остров Майота практически обезлюдил и вместе с островом Махёле контролировался правителями Мадагаскара. Колониальный период. В 1841 году Франция захватила остров Майота и с 1843 года он стал ее протекторатом. В 1886-1892 годах установлен протекторат над островами Анжуан, Гранд Камор и Махёле. С 1909 года архипелаг официально объявлен французской колонией, а в 1912 году в административном отношении присоединен к Мадагаскару. Хозяйства колонистов базировались на выращивании ванили, гвоздики и кофе. Местная элита тесно сотрудничала с колониальной администрацией. После оккупации британскими войсками во время Второй мировой войны согласно новой конституции Франции в 1947 году был получен статус ее заморской территории. В 1957 году учрежден правительственный совет. В 1961 году его возглавил уроженец страны С. М. Шейк. В 1961 году учреждена избираемая палата депутатов. Местное самоуправление. Кроме вопросов финансов, обороны и внешних сношений. Введено с 1968 года. Административный центр в 1968 году был перенесен из города Мамудзу. Остров Майота. В город Мороне. Остров Гранд Камор. Администрацию возглавлял Верховный комиссар. Первые политические организации, представлявшие разные группы мусульманской аристократии, возникли в 1962 году. Демократический союз коморских островов. С. Создан с М. Шейхом. Так называемая партия зеленых. Партия высших государственных служащих. И демократическое объединение коморского народа. ДОК. Получившее название партия белых или партия принцев. В 1963 году коморской общиной в Танганике было создано движение за национальное освобождение коморских островов. Малинака. Признанная Айю лидером национально-освободительного движения на островах. На архипелаге с 1970 года действовало его отделение, партия эволюции комор. В 1972 году на острове Гранд Камор создана партия народа. Ума. На референдуме по вопросу независимости. Декабрь 1974 года. Большинство жителей архипелага высказалось положительно. Из них, 96% жителей островов Анжуан, Гранд Камор и Махелли проголосовали за его отделение от Франции, а 64% населения острова Майота – против. 6 июля 1975 года местная палата депутатов в одностороннем порядке провозгласила независимую республику Каморские острова. Эркал. Контролируя три острова. Анжуан, Гранд Камор и Махелли. Президентом стал председатель правительственного совета Ахмед Абдаллах. Этот совет был упразднен, сформирован парламент, принята конституция, и восстановлены арабские названия островов. В ноябре 1975 года Каморы были приняты в ООН в составе четырех островов как единое государство. Франция, признав независимость РКО, в одностороннем порядке закрепила за островом Майота статус своей территориальной единицы. После получения независимости, в результате бескровного государственного переворота 3 августа 1975 года к власти пришел симпатик маоизма Али Суалих, провозгласивший курс так называемого национального социализма. Национализация крупных земельных владений и собственности, высланных из страны французских колонистов, введение планирования в экономике, отмена действия законов шариата и ограничение влияния мусульманского духовенства, распуск политических партий. Антиисламская направленность политики правительства привела к дестабилизации и обстановке в стране. РКО оказалось в условиях международной изоляции. В мае 1978 произошел новый переворот, возглавленный французским наемником Бобом Динаром. Алиссу Алихубит, власть вновь перешла к Абдаллаху. Возобновлена деятельность административного аппарата, частных французских и местных компаний, возвращена земля крупным собственникам, поощрялись иностранные инвестиции, восстановлены дипломатические отношения с Францией. Согласно Конституции 1978 года страна переименована в Федеральную Исламскую Республику Каморские Острова, Фирка. Парламент, Федеральную Ассамблею, а ислам объявлен государственной религией. После введения однопартийной системы, 1979, единственной партией стал правящий Каморский Союз за прогресс, Уджима, создан в 1982 году. 6 декабря 1979 года Генеральная Ассамблея ООН признала за государством Каморские острова право на остров Мария. Майота. Авторитарность режима Абдаллаха, переизбранного в 1984, 99% голосов, и подавление любых оппозиционных взглядов привели в ноябре 1989 года к перевороту, в ходе которого он был убит. Президентские выборы 1990 года прошли в условиях многопартийности. Созданы 14 легальных партий. Президентом был избран Саид Мохаммед Джахар. 55,3% голосов. Постоянная конфронтация Я-партий способствовала новому перевороту в сентябре 1995 года, осуществленному иностранными наемниками. В 1996-1998 годах президентский пост занимал Мохаммед Таки Абдул-Карим. Новая Конституция, 1996, закрепила существование многопартийности и ислама в качестве государственной религии. После кончины президента этот пост занял, да, Масунда, ухудшение экономического положения, в том числе из-за падения мировых цен на ваниль и гвоздику. И сепаратизм, провозглашение в одностороннем порядке независимости островами Анжуан и Мохеле в 1997 году, дестабилизировали ситуацию в стране. В результате военного переворота 30 апреля 1999 года к власти пришел полковник Азали Асумани. В 2001 году правительственные войска предотвратили попытки военных переворотов на островах Анжуан и Мохеле. После проведения 21 декабря 2001 года референдума одобрена новая Конституция, предоставлявшая островам более широкие автономные права. Страна стала называться Союз Каморских островов. СКО. На президентских выборах 14 апреля 2002 года, откладываемых несколько раз и прошедших в два тура, победила Асумани. В марте-апреле того же года избраны президенты островов Анжуан и Мохеле. Президентом острова Гранд Камор избран в мае 2002 года противника. Асумани Ас. Эльбак. 63% голосов. По Конституции 2001 года, Каморы сохраняют претензии на остров Маори. Маёта. Считая его неотъемлемой частью и одним из четырех автономных островов Государства Союз Каморских островов. Остров Мзуани. Анжуан. Проявляет сепаратистские настроения и даже объявил о создании у себя офшорной зоны, которая не была признана официальными властями Камор. Государственное устройство. Республика. Президент Азали Асумани. В должности с 26 мая 2016 года. По Конституции 2001 года президент страны избирается на четыре года, до принятия на конституционном референдуме. Англ. Руск. Соответствующих изменений кандидатов представляли в порядке очередности каждый из трех островов. В 2002 году президентом был выбран Азали Асумани Снгазиджи, в 2006, Ахмед Абдала Санбис Нзуани, он же является действующим президентом. Парламент. Ассамблея. 33 депутата, из них 18 избираются всеобщим голосованием, 15, ассамблеями трех островов, на пятилетний срок. Вооруженные силы Каморских островов состоят из небольшой регулярной армии и полиции в 500 человек, а также 500 членов сил обороны. Договор о взаимной обороне с Францией обеспечивает морские силы для защиты территориальных вод, обучения коморских военнослужащих и воздушное наблюдение. Франция держит несколько старших офицеров в правительстве Каморских островов. Франция имеет небольшую морскую базу и отряд иностранного легиона. ДЛЭМ. На МАЯТЕ. Расходы на вооруженные силы. 1500 человек. Составляют 3% ВВП. На 2002 год. Согласно действующей Конституции 2001 года, Союз Каморских островов состоит из четырех автономных островов, включая МАРИ, МАЙОТА, подконтрольные Франции. Фактически Каморы включают только три автономных региона. Острова. Соответствующие крупнейшим островам, на которых расположено 16 префектур. Возрастно-половая пирамида населения Камор на 2020 год. Численность населения – 889 561 человека. МАЙ 2021. Без учета МАЙОТЫ, МАРИ, с ней более миллиона пятидесяти тысяч человек. По данным переписи населения 2012 года, население страны составили 724 294 человека. Без учета МАЙОТЫ, МАРИ, с ней около 936 900 человек. Годовой прирост – 8492. 2021. Средняя продолжительность жизни. 64,2 года. 61,8 – мужчины, 66,7 – женщины. Этно-расовый состав. Антелоатра. Метисы-афро-арабо-малагасийского происхождения. Более 95% муако. Негры-банту – 1,5%, арабы – 0,5%, малагасийцы – 0,5%, а также. Персы-французы-индийцы. По 0,2%. Языки. Официальные, арабский и французский, большинство населения говорит на коморском языке. Ответвление Суахили с большой примесью арабского. Религии. В основном мусульмане-сунита, небольшое число мусульман-шиитов, французы и часть малагасийцеев, христиане-католики. Смотри католицизм на Каморских островах. Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 81,81%. 206 888 человек. Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 73,72%. 192 608 человек. Экономика. Каморы – одно из беднейших государств мира. ВВП на душу населения в 2018 году – 788 дол. 168 место в мире. Ниже уровня бедности – 60% населения. Природные ресурсы незначительны, низкий уровень квалификации рабочей силы, большой рост населения, сильная зависимость от иностранной помощи. Страна не обеспечивает себя продовольствием, рис, основной продукт питания Камор-ЦЕФ, занимает основную долю в импорте. Правительство пытается повысить уровень грамотности и трудовой квалификации, стремится приватизировать коммерческие и промышленные предприятия, улучшить здравоохранение, развивать туризм, уменьшить рост населения. Сельское хозяйство – 40% ВВП, 80% работающих. Ваниль, гвоздика, иланг-иланг, хопра, кокосы, бананы, маниок, тапиока. Рыболосство. Промышленность – 4% ВВП. Парфюмерия и переработка сельхозсырья. Сфера обслуживания – 56% ВВП. Экспорт в 2017 году – 74 миллиона дол. Гвоздика – 41,1 миллиона дол. Эфирные масла – 14,4 миллиона дол. Ваниль – 13,1 миллиона дол. И другие. Основные покупатели – Индия – 33%, Франция – 20%, Индонезия – 13%, Германия – 8,8%, США – 6,9%. Импорт в 2017 году – 296 миллионов дол. Текстильные товары – 80,7 миллиона дол. Продукция животноводства – 26,7 миллиона дол. В Т. Ч. Мясо птицы – 15 миллионов дол. Продукция растенееводства – 24,1 миллиона дол. В Т. Ч. Рис – 18,5 миллиона дол. Машины и оборудование – 23,9 миллиона дол. Мебель – 22,9 миллиона дол. И другие. Основные поставщики – Танзания – 30%, Китай – 22%, Франция – 11%, Пакистан – 7,9%, Индия – 6,6%. Входит в Международную организацию стран Акт. Транспорт и связь. Протяженность автодорог – 230 километров. Железных дорог нет. Через аэропорт ВГ. К Заудзи осуществляются регулярные рейсы на Мадагаскар, Реюнион, в Кюнию и на острова Архипелага. Морской порт ВГ. Лангуни. Пользователей мобильной связи – 446 тысяч 868 человек. 173 место в мире. Пользователи интернета – 5,1% от населения страны. 168 место в мире. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИО КОМПАНИЯ ОРТК ОФИС ДЕ РАДИО ЭТ ТЕЛЕВИЖЕН ДЕС КАМОРЭС, УПРАВЛЕНИЕ РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ КАМОР. ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАДИОСТАНЦИЮ РАДИО КАМОРЭС И ТЕЛЕКАНАЛ ОРТК ТИВИ. ВСЕМ ПОКА. ПИШИТЕ КОММЕНТАРИИ. ЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИИ. ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ, РАССКАЖУТ ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ. ВСЕМ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И УДАЧА.